Привет, красотка! Сегодня уже третий день нашего марафона красоты. Сегодня у нас тема здоровых привычек, которые сделают нас красивее. И я снова перед вами без макияжа. И знаете, моя кожа поступила очень предательски. Вот что это такое, скажите мне, пожалуйста. Видно, да? Ну, я думаю, что невооруженным взгляном видно. По правилам мне его даже замазать нельзя, потому что весь марафон красоты я решила проводить без декоративной косметики абсолютно. Потому что мы будем задевать темы внутренней красоты, темы того, как стать красивее именно изнутри. И будет честным предстать перед вами в любом виде. Так что терпите меня такой. Сегодняшнее видео я ждала очень долго, потому что сама по себе привычка это такая вещь, которая может полностью перекрыть вашу жизнь. И сегодня я задену абсолютно разные привычки с разных сфер жизни, но все они влияют на нашу внутреннюю красоту. И не просто влияют, а делают нас красивее, делают нас лучше. Для начала разберемся, что же такое привычка. Привычка это то, что вы привыкли делать. Очень логично, да? Например, здесь вас приучили чистить зубы. Для вас это стало нормой, потому что вы несколько дней подряд, несколько месяцев подряд делали это движение, делали это действие. Для вас это стало вполне нормально. Сейчас, когда вы идете спать, у вас такой, оп, щелчок в голове, если вас, конечно, приучили к этому. Щелчок в голове, то, что нужно почистить зубы. И что бы то ни было, что бы ни случилось, вы пойдете в ванну, почистите зубы и ляжете спать. То есть это такой механизм действий, который для вашего мозга уже привычен. От того и слова привычка. И поэтому оно происходит легко. Привычки бывают разные. Положительные, негативные, хорошие, плохие. И у меня для вас очень хорошая новость. Вы можете выработать себе абсолютно любые привычки. В общем-то, небольшое усилие над собой в определенные сроки потом делает вас с этой привычкой как бы единым целым. Приведу пример. Когда я начала свой марафон шагов, если вы следите за мной в инстаграме, то вы понимаете, о чем я, почему в каждом видео моем есть вот этот браслет. Потому что я с ним, в принципе, живу. Я с ним сплю, хожу в ванну, существую всегда, короче говоря, с ним, потому что я начала марафон шагов. Я поставила себе цель пройти миллион шагов за 100 дней. Не буду вдаваться в подробности, но в самом начале для меня эта цель, для меня вот эта дистанция оказалась чем-то нереальным. И для ее достижения мне нужно было ходить каждый день 10 тысяч шагов. 10 тысяч шагов для меня, для человека, который работает, монтирует и делает большинство вещей дома, было непосильной задачей, я так скажу. Но вот спустя месяц точно, не могу сказать, что там 3 недели, многие говорят, что привычка вырабатывается 21 день. У меня было не так. Я думаю, что спустя месяц у меня хорошо так выработалась вот эта привычка, что если я иду в магазин, то я обязательно иду пешком. Если мне нужно куда-то в дистанции 2 километров от моего дома, я пойду пешком, а не поеду. По утрам бегать, чтобы находить шаги и в течение дня потом не париться, что у меня не выйдет сегодня 10 тысяч шагов и так далее. И в итоге моя привычка действительно выработалась и сейчас она со мной. Мой марафон уже подошел к концу, я уже прошла эти миллион шагов даже не за 100 дней, а всего лишь за 91. Но эта привычка останется со мной и для меня это сейчас будет как вот на автоматизме. И так вы можете выработать любую привычку в себе. Сегодня я поделюсь 5 здоровыми привычками, расскажу о том, как они влияют на нас и самое главное расскажу о легких способах их вырабатывания, так сказать. И начнем мы с чуть ли не самого сложного, на самом деле люди к этому могут не прийти вообще за всю свою жизнь, но как мне кажется, это очень-очень-очень важно и очень полезно и будет здорово, если вы чем раньше, тем лучше ее привьете себе. Это режим дня. Дело в том, что организм наш нам еще нужен, понимаете? И желательно с ним работать как бы заодно, а не против него. Просто очень многие люди говорят, да нормально, мне комфортно, мой организм как бы справляется, он привык, я сплю по 4 часа. Или иногда могу лечь там в 4 утра, проснуться в 6 утра, в следующий день лечь в 9 вечера, проснуться в 5 утра. Нормально, мой организм привык. Нет, твой организм не привык, он просто пока что держит, он просто пока что еще все свои запасы пытается использовать. Ну а потом ты получаешь все. Ты получаешь усталость, ты получаешь изнеможение, ты получаешь все различные болячки, плохое настроение, абсолютно низкую работоспособность и, в принципе, список я могу перечислять еще очень долго. Если ваш организм знает, во сколько он встает, во сколько он ложится спать, во сколько он потребляет пищу, вы с ним работаете как бы вместе. Вы как будто бы одна команда. И он таким образом понимает, когда ему следует отдохнуть, когда ему следует работать. И тогда ваша работоспособность, ваша продуктивность просто возрастает неимоверно, потому что он понимает, что вот сейчас у нас будет время для сна, нужно уже успокаиваться, нужно уже все отдыхать. И потом в определенное время он просыпается и готов уже к работе. Что же наоборот вы приобретаете, когда вы имеете режим дня? Да все вообще. Ваш организм будет остановиться машиной. Получается на полную мощь, когда он понимает, что сейчас будет работа. Когда ему нужно спать, он понимает, что сейчас нужно спать, он быстрее для вас же расслабляется. Он как бы включен в процесс и всегда помогает вам, а не наоборот. Вторая неимоверно полезная привычка, которая даст вам и энергию, и красоту, и приподнятое настроение, это зарядка. Зарядка по утрам. Это очень звучит скучно. Но на самом деле, красотки, это не так сложно. Вас никто не заставляет делать неимоверные нагрузки прямо с утра. Более того, это плохо, когда вы делаете нагрузки прямо с утра. Зарядка нужна для того, чтобы все ваши мышцы, все ваши суставы проснулись, чтобы они поработали немножечко, растянулись и были готовы к работе, были готовы к полноценному дню. Более того, это бодрит, это дарит действительно энергию, это заряжает позитивом, это доказано, между прочим. Настроение ваше поднимается на весь день. И даже если вы занимаетесь в спортзале, не думайте, что зарядка не для вас в таком случае. Это совершенно две разные направленности. Спасибо большое. Пять минут с утра выделить для продуктивного дня, для того, чтобы просто себя вот так похвалить, погладить по головке, зарядить подругу этим, сказать, давай, блин, будем уже зарядку делать по утрам. Это не тяжело, это не сложно. Следующая здоровская привычка, я немножечко уже опомянула о ней ранее, это больше ходить. Ходить всегда, когда есть возможность ходить. Когда есть возможность выбрать транспорт или ходьбу, выбирать ходьбу. Конечно, когда вы там опаздываете, торопитесь, ну, понятно, что вы выберете более удобный, более быстрый способ передвижения. У меня не было цели в моем марафоне шагов похудеть, но, тем не менее, за эти 100 дней, действительно, я и похудела, и мои ноги стали крепче, и тон лица стал более здоровым, более каким-то ровным, потому что я стала больше ходить, больше находиться на природе, потому что я не ходила, как бы не наматывала круги у себя по комнате, разумеется, чтобы иметь шаги. Я искала способы достижения этих 10 тысяч шагов. В итоге, в пробежке, в прогулке с подругой, вместо того, чтобы посидеть там в кафе, например, в ходьбе и прогулке перед сном, что мы делаем сейчас с Денисом каждый день. Если хотите меня поддержать в этом марафоне шагов и тоже ходить больше, то обязательно заходите в мой инстаграм, можете там в актуальном увидеть всю тему, всю историю про марафон шагов. Четвертая мега полезная привычка пить воду, но не выключайте видео и не говорите, что, господи, как она меня уже задолбала со своей водой, потому что я про воду говорю очень часто. Я говорю не именно о том, что просто нужно много воды пить, тем более, например, вечером воду много наоборот не нужно пить перед сном, иначе утром вы получите опухшие веки, затекшие глаза, да и ночью будете несколько раз ходить в туалет, не очень хочется, наверное. Я о другом. Я о привычке пить воду примерно за полчаса до приема пищи. Например, у вас обед в 2 часа дня и выпить стаканчик водички до приема пищи. Все органы готовятся к тому, что сейчас будет пища. Вместо сразу же куска какого-нибудь пищи, еще и плохо прожеванной, они получают сначала воду, они как бы пробуждаются. А с утра у меня такой лайфхак для вас, ставить стакан воды с вечера. Это реально очень работает, потому что утром вы не подумаете даже о том, чтобы идти наливать воду, если, опять же, у вас нет в этом привычки. Но обычно с утра ты настолько пытаешься проснуться, настолько тебе дойти бы до раковины, до ванны, что ты даже не подумаешь о том, чтобы идти за водой. Но если ты с вечера приготовишь воду, то это будет тебе только на руку. Ты сразу после пробуждения будешь иметь рядышком стакан воды. Он и разбудит твой организм и тебя, твое сознание, соответственно, быстрее. И подготовит, опять же, желудок к тому, что вообще день начался. Привет, здравствуйте. И пятая привычка, это то, что я вам говорю в конце каждого видео. Если вы, красотки, внимательны, то вы поняли, о чем я сейчас говорю. Это улыбка. Это улыбаться чаще и не только улыбаться, но и просто находить... Точнее, это не просто. Я не скажу, что это очень просто. Находить позитив в любой ситуации. Почему нам это дается не просто? Это действительно факт. Это не просто мы такие тупые и во всем ищем негатив. У нас так устроен ум. Он сразу же находит что-то негативное. В любой ситуации он сравнивает ожидания с реальностью. И мы можем нам помочь. Нам самим, да. Насильно заставлять себя находить что-то положительное, что-то позитивное в той или иной ситуации. Я не знаю, нужно ли объяснять, как это работает и зачем это нужно. У вас повышается настроение на данный момент. Вы притягиваете к себе все больше положительных вещей, действий, эмоций, людей и так далее. Вы просто-напросто становитесь более счастливым человеком, если вы замечаете больше хорошего, нежели больше негативного. Даже если вас облила машина, вы опоздали, вас только что оскорбили, вообще все, что плохое может быть произошло. У вас два варианта. Либо вы концентрируетесь на всем этом плохом и в итоге притягиваете еще больше плохого в вашу жизнь. Либо вы находите в этом что-то позитивное и в итоге вам открываются совершенно иные дороги, позитивные, добрые, оптимистичные, хорошие и так далее. Пишечка сотка, очень надеюсь, что это видео сделало тебя чуточку красивее изнутри, что ты что-то, может быть, переосмыслила, может быть, просто я тебе дала пищу для размышлений. Помни, что привычки бывают разными, полезными и вредными. Одни из них, то есть полезные, могут делать твою жизнь каждый день лучше, делать тебя здоровее, делать тебя красивее. Денис домой пришел. А могут быть привычки вредными, то есть те, которые будут разрушать каждый день вашу жизнь, а вы будете этого даже не замечать. Потому что почему? Потому что это привычка и она с вами заодно, она с вами как бы единое целое. И именно вам решать, какие привычки прививать, от каких привычек отказываться. Ну что ж, красотка, увидимся мы с тобой на канале уже послезавтра. Будет заключительное, завершительное видео на тему внутренней красоты. А в инстаграме, между прочим, мы с тобой увидимся уже завтра, потому что завтра по этой теме в инстаграме будет задание. Будут призы, как вы помните, так что не пропускайте. Вот мой ник в инстаграм. Заходите, следите. Ну и, конечно же, красотки, я вас очень сильно люблю. Улыбайтесь чаще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok